Продолжение следует... 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 как бы формальную в составе, в комплектации, у Нижнего Новгорода такой ветераны, которые не заиграли в больших командах, и совсем молодые игроки, вы пытались играть с позицией силы. Это выглядело авантюрным, но крылья в последние 2-3 месяца находятся по таким прессам, какая-то внутренняя болезнь, они не реализовывали кучу моментов, но вам было принципиально играть с позицией сил, несмотря на то, что команда раз за разом проваливалась в обороне. Это ваша философия, вы гнули до конца, хотя и много не получалось, но команда уходила, оставляла свободные зоны, и крылья только, видимо, в таком состоянии, как они находятся, не реализовали огромное количество моментов. А сколько, наверное, было? Много, да? 5-6 было, 5-6 было. А, ну, 10, 15, давайте 20 возьмем, 25, 15, давайте я соглашусь. Понятно, в 6 было голевых, и еще 6 бездарных. Я хочу вам сказать одну главную вещь. Когда команда играет на протяжении всего сезона в свой футбол, то, естественно, конечно, соперники под нас подстраиваются. Я даже больше скажу. После каждой игры на пресс-конференции все тренеры, которые против нас отыграли, они всегда говорили, и мы изучали команду соперников, знаем, что у них очень много проблем в обороне, они играют авантюрно сзади, и мы, естественно, на крутоатаках. То есть команда оброняется, а мы атакуем. Но самое главное, знаете, как поменять эту менталитет футболистов уже будет очень тяжело. И то, что вы говорите, у нас очень много футболистов выпало на протяжении всего сезона. Очень много. Особенно на длине обороны. Главное в футболе, чтобы вы просто понимали, чтобы не было туда атак, вы, наверное, смотрите иногда европейский футбол. Обращайте внимание. Что делает футболист, когда потерял мяч? Сталкивается с целью соперника. Кто не сталкивается? Он вступает в прессинг. Сталкиваетесь вы, где вы, где вы, где вы, где вы, где вы. Поэтому в первую очередь вы должны понять, что вступать в прессинг, не выключаться. Я хочу заставить своих игроков, с которыми я работаю, чтобы они при потерянный час сразу вступали в отбор, сразу накрывали там, где они теряют. Почему? Потому что, ну, даже, давайте возьмем самое простое. Я продевал лицензию, а нас обралось 650 человек. Я сейчас лицензию получал в Испании. И у нас приехали все тренеры, которые получали эту лицензию. То есть это были и тренеры, тут там, Хэма, Арсеналы, Реал Мадрид, абсолютно все. И вы знаете, что они сказали? Они сделали статистику, если футболист не включается в отбор, не включается в отбор, то команда за 30 секунд, за 30 секунд пробегает команда километр. Поэтому лучше сразу 3 метра накрыть, нарушение, и сзади спокойно стал, и вот этого нам чуть-чуть не хватает. Вот когда мы этому научимся, когда авантюрности, как вы говорите, у нас будет. Нижний будет вашим проектом? Вы чувствуете, что вам дадут создать команду, так, что, может быть, в конце коньи карьера Денис приедет и как урожение с Нижнего Новгорода вдруг сыграет за вашу команду, кстати, как его здоровье? Спасибо, хорошо. Восстанавливался, уже начал выступать на ногу, начал ходить, поэтому, в принципе, все нормально. Что касается проектов, и это может, как вы говорите, проект, это все зависит от руководства. Все зависит, как руководство пойдет на это, не пойдет на это, нравится ему наша игра, не нравится ему. Все зависит от них. Поэтому я буду стараться прикладывать максимум усилий, все, что в моих руках, для того, чтобы было хорошее развитие нижегородского футбола или хорошие футболисты. Ну и, естественно, с огромным желанием привести на наш родной стадион любви Европы, по крайней мере. Вы присмеетесь? А вот у меня такая цель стоит. Спасибо, отец. Спасибо. Спасибо.